Летят, летят с тобой Всё стремительнее порой К небу направляя свой сон Идем с тисом в небе в простон И летят, летят с тобой Всё стремительнее порой К небу направляя свой сон Идем с тисом в небе в простон И нельзя их остановить И ничем их путь преградить Даже если захочешь поймать И беднягу в клетке сдержать Направлять будет вздох к небесам Идем далёким родным берегам Песня счастья смолкнет в груди Ах, тосты, ах, тосты Направлять будет вздох к небесам Шановные друзья и брати Давайте вси разом скажем слава богу Вже підходить час Идем скоро начать служение Но я хочу сделать таке оголошение В прошлом году кто-то загубил годинник Вон у нас есть Зберегается только И как бы вы идёте, мы его отдамо Кто-то годинник Потому что тогда вопрос Но его сразу же не было Потом дети нашли Так что тот годинник есть Кто-то загубил, он идёт И я попрошу заранее Всех, кто приехал сегодня на служение Будь ласка, сестры и брати Как апостол Павел говорит Умоляю вас милосердям Божим Не ходите там десь Поза огорожую А прошу, пройдите сюда Там у нас есть брати Уповноважені, розпорядники Яки ходят с повязками Хто буде порушувати порядок Мы не раз це наголошуем Вони підійдуть Запитаю, хто звідки А потім передумов тут церкву Водії теж повинні підкорятися їм А ні, вони знімуть ваші номерні знаки А штраф в церковну касу Так що візьміть це до уваги Дуже просимо, щоб цього не трапилося Так що будь ласка В цьому повинен бути порядок Християни є порядни Ми ще трошки чекаємо Підъезжають, бачите, зв'язку з мостом Тут міст якраз монтується Я думаю, друге служіння Тоже будете всі сюди їхать, хто об'їжджав Але дякуємо Богу, що сьогодні бачите Господь писал всі умови Щоб ми прославили Його ім'я Що ми можемо сьогодні святкувати другий день Це радісне християнське свято Коли Дух Святий злився на апостолів Я зарані прошу всі брати Служителі Слючно всі Може всі не будуть Бо хто може думає Як всі будуть говорити Так що всі вийде Ні Так що прошу всім підійти сюди ближче Проповідники Сосуди всіх Кого вживає Господь Стійте насторожі Я колоком каже Насторожо мою став я І стоячи На тій вежі Він слідкував Щоб почути Що скаже Господь Я попрошу всіх братів Може ми когось не знаємо Може хтось має таке світчення Розказати Що з ним зробив Господь Будь ласка Тоже прошу тут Сюди підійти ближче Прошу Прошу Леня Всі брати Будь ласка Всі-всі братя Хто є Хтось десь далі Кого я не бачу Будь ласка Підходьте сюди ближче Прошу Всіх служителів Прошу Підходьте сюди ближче Хто там заогорожує Ти дві сестрички Ту машину не вартуйте Проходьте сюди І попрошу брати Дивіться там за порядком Всі повинні бути тут середині Там Щоб не заважало І транспорту нічому Прошу будь ласка Зайдіть сюди Дякую за увагу Коли навкруг Все спище Тихо-тихо Я серцем Прагню до тебе Чистим серцем До тебе я лину Молитві До тебе спішу І я знаю Мене ти почуєш Та відповідь Подаруєш Свою Чистим серцем До тебе я лину Молитві До тебе спішу І я знаю Мене ти почуєш Та відповідь Подаруєш Свою Хочу життя Та відповідь Та відповідь Дякую за увагу Тебе я Боже Полюбив Дякую за увагу Та відповідь Співать пісні хваління Пісні святої чистоти Чистим серцем До тебе я лину Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Идючий тяга, что лежит за спиной, Ты сам забери и звони от него. Ты сам забери и звони от него. И на самом начале я читаю Слово Божие. Читаю Евангелие Иоанна с 14-го раздела. Такое интересное место, я его очень люблю. 16-й вверх, 14-й раздел Евангелия Иоанна. И я благою Отца, и Он даст вам иного утешителя, Чтобы перебував с вами по веку. Духа истины, который свят не может принять, Бо не видит его и не знает его. А вы же знаете его, Бо он перебувает с вами и будет у вас. Не залишу вас сиротами. Прийду до вас. И читаю другий раздел Дії святих апостолів З першого віршика. Коли ж настав день Пятидесятниці, Всі вони були однодушно разом в одному місці. И несподівано щинився шум з неба, Неби буря раптово зірвалася, Та й наповнив весь дім, де вони знаходились. І з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, І осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнились духом святим, І почали говорити іншими мовами, Як дух їм давав провіщати. Перебували ж тоді в Єрусалимі іудеї, Люди побожні з усякого народу під небом. А коли щинився оцей гомін, Зібралася юрба людей, І вони дуже дивувалися, Бо кожний з них чув, як учні розмовляють їхньою мовою. І всі були вражені і дивувались, Кажучи один до одного, Хіба ж не галилеяни, Всі оці, що розмовляють. Як же кожен з нас чує від них свою мову, В який народилися. Слава Богу, брати і сестрі, Що виконалася обітниця Ісуса Христа. Прощаючись із своїми учнями, Коли Возносився, Він сказав, не відходьте від Єрусалиму, Чекайте, чекайте обітницю. І вони зібрались. Однодушно. І коли вони так перебували, Вилився на них Дух Святий. Батисестрі, Я хотів би, щоб сьогодні ми всі однодушно були тут. Ми читаємо і знаходимо багато місць У Святому Євангелії, Коли люди однодушно молилися. Як одного разу апостоли повернулися, Коли їм забороняли, І як вони розказали всі однодушно, Звали до Господа, Місце захиталося, де вони перебували. Я хотів би, щоб сьогодні наше єство дійсно, Ми тримтіли, як казав свого часу Мойсей, Я в страсті і тримтіні, Тому що ми сьогодні знаходимося перед лицем Господні. Христос сказав, я не покину вас сиротами. Проте, сестри, не раз мені доводилося з братами бувати в таких будинках малютки, де сироти. Я часто згадую, ця картина закарбувалась, коли прийдеш туди, Ось ці діти, сироти біжать на зустріч і питають, Дядя, а чий ви тато? А потім просяться, дядя, візьміть на руки, потримайте. Ця дитинка хоче притулитися. Вона сирота. Шановні мої, але Христос сказав, я не покину вас сиротами. Алілуя нашому Богу. Що він не лишив. Він прийшов, сказав, я пішу духа утішителя, який з вами буде на всякому місті. І моє сьогодні, моя молитва про те, щоб Господь зігрів, щоб Господь сьогодні потішив. А Він сказав, не покину. Чуєте, Він пильнує над Своїм Словом, Він вірний. Може, тебе всі забули сьогодні. Може, ти думаєш, що покинутий. Нагружений під Своїм тягарем, і ніхто тобі не може допомогти. Чуєш? Господь сказав, я не покину. І Він сьогодні на цьому місці хоче зігріти тебе. Алілуя нашому Богу. Я пригадую, як розказув. Один брат каже, я був малий, без батька, різ сиротою. Я часто, каже, грався з сусідськими дітьми. І ось, каже, під вечір, як їхній батько повертався додому, то ці дітки тільки хтось перший помітить. Кидали все. Всі свої грушки бігли назустріч батьку. Хто перший добігав? Каже, батько брав на руки, підкидав, вони тішились. Я біг за ними. Мені хотілося крикнути, тато, але я не мав батька. Я в своєму дитячому серці вирішив, що я на цього дядя теж були казати тато. І ось коли, каже, на другий день я грався з тими дітьми. І хтось з тих дітей помітили і крикнули, тато, кинули все і впустились бігти. А я був старшенький за них. І каже, кинувся бігти, обігнав їх і біжу назустріч до того чужого дядька. І кричу, тато, тато. Добіг до нього, а він притулив мене до себе і гірко заплакав. Йому стало шкода сироти. Шановні мої, сьогодні Господь сказав, ти не є сирота. Чуєте? Він не покинув. Алілуя йому. Він післав Духу Тішитель. І ми зараз будемо кликати. Його свято ім'я прославимо Йому. Його за те, що Він є нашим батьком. Що Він назвав нас своїми друзями, дітьми своїми. Він сказав, я вас уже не називаю рабами. Диявол поробощає, і він робить рабами тих, які йому служить. А Христос скаже, я не називаю вас рабами. Ми не є раби, ні. Ми сьогодні є Його дітьми. І тому я всіх запрошую. Зараз піднімемося, схилим свою голову молитви, і прослаєм ім'я Господнє. Аллилуйя Тобі, Господь! Аллилуйя, Ісус! Аллилуйя, Ісус! Ісус! Аллилуйя, Ісус! Аллилуйя, Ісус! Повір! сьогодні потеший дух святый кожное сердце в кожну душу в имя Иисуса Христа Аллилуйя Господи мы все в смирении схилили свои головы свои сердца перед тобою и мы тебе щиро дякуем что сегодня ты забрал я пташка пташинят открыла свои Аллилуйя и мы чекаем Господи твого дощу твоей благодати Иисус ты знаешь кто с чем пришел кто с не мог сегодня дай ответ Аллилуйя Дух Святый сегодня проходь по цих радах в имя Иисуса Христа хай сегодня вступить всякая хвороба в имя Отца Сына и Святого Духа Аллилуйя хай сяканеміш залишить народ твій хайский дух противления хай сьогодні відійде в имя Иисуса Христа Аллилуйя славимо тебе Дух Святый утешитель что цей день Пятидесятниці продовжується что ты сьогодні виливаешь твою благодать слава тобі Господи наповни кожное сердце хто не пережив цієї радості хто ще не відчув який добрый ты дай сьогодні имя Иисуса Христа Тобе складаем час и подяку благослови Господи вси хто сьогодні будет служить використай твоих дитей Господи их уста их сердце братів и сестер яких ты поставил Господи використовуй для слави твоей годуй сьогодні народ бо ты сказал что ты не хочешь відпустити неївшими мы просим ты керой всім не перше місце а все тобі віддаем Господи щоб ти розпоражався и твоё имя было прославлене отец син и дух святый аминь будь ласка хто має декорсісту займіть місце слухаємі пісні декорсісту займіть місце сьогодні Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Более того, Сихарского колодеза, я чекал ее, вона має прийти. Він заздалей, я ее бачил, вона має прийти. Не тот час, когда приходят ее суседи и сусидки, бо они смеются над нею, всячески ображают, вона того достойна. Я ее не защищаю, но он бачил ее сердце. Он смотрел где-то глубже, и она пришла. И он говорит, дай мне пить, как ты, Иудей, будучи Иудеем, просишь у меня в Самарянке пити, хіба ты не знаешь, что Иудеи с Самарянами не мають нічого спільного. О, аби ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы его. Він дав би тобі воду в життя. Пане, колодезь глубокий, а тебе нема чим почерпнути, про какую воду говоришь ты. Він начинает за нее говорити, и когда он ей сказал уже основное, то вона тоді вигонкла, ой, я бачу, что ты пророк. Батьки наші поклонялися на цей горі, а ви кажете, что место для поклонения в Єрусалиме, скажи, где поклоняться? В сьогодний день ты, может, втомлений, ты обездолений, ты уже опустил свои руки, и колена твоей начинает тростися, и через слава слабли, але прислухайся до голосу твоей души. Самарянке было безліч питань, и вона могла задавати одне, другий, третий, п'яте, але вона питає те, що тривожить її душу. Скажи, где поклоняться? Где поклоняться? Бога немає безвиходного положення вже. Брат Вася переді мною говорив за тих троих царів, свій час Бог говорит до народа ізраїльского через спрока Юлія. Скажите дітям вашим, а ваші діти хай скажуть своїм дітям, а ти хай скажуть своїм дітям, а ти роду градушчему. Те, що не з'їла гусениця зі саранча, що не доїла саранча з'їз черв, а що не з'їла черв, з'їдять жуки. Але разом з тим Бог каже трубите трубою, назначьте пост, об'явите торжественное собранье, соберите народ, созовите собранье, пригласите старцев, соберите грудних младенцев і отроков. Пусть вийдет жених із чертова своєго невеста з горниці своєй, між до притвором і жертвенником доплачуть священники, служителі Господні. І Бог почує, і Бог дасть відповідь, і Бог благословить. І в сьогоднішній день я прошу, братя, сестри, хто як може молитися, не дивіться на цього, що стоїть перед вами і на цих, що є тут. Дивіться на вічне небо, підніміть свій звір туди, там поміч, там благословіння, там потиха для твоєї душі. І Бог благословить, і Бог благословить. Слово Божика через проковістаю в сорок першому розділі. Бедні інішні іщуть води, і нет її. Язик їх, сокні, то жарти. Но я, Господь Богу, слышу їх. Я бою Ізраїлів не уставлю їх. Я відкрою в горах реки і пустиню з'єлаю озером. Алілуйя Богу нашому, таки Він наш Бог. Хай Його свято ім'я буде благословене, Хай Його свято ім'я буде прославлене. Алілуйя. Я знаю, що в Його на сьогоднішній день є достатньо благословіння, є достатньо ієлея помазання, є достатньо священнічніх одеж. Я не буду дуже задешувати багато часу. Я пройштовав місце святописання, коли в Ізраїлі Бог усмотрив собі цара, і сказав, я побачив мужа по серцю, іди посилає Самуїла, помажь його. І я на цьому не буду поширюватись. Але перед народом ізраїльським друге положення. Перед народом ізраїльським горе прийшли філістімляни. Стоять дуже велике полчища філістімлян. І стану вели філістімського виступає єдиноборець. І немає рівного між філістімлянами. І немає рівного в Ізраїлі. І так 40 днів. І так 40 днів філістімляни роблять шах перед, а народ ізраїльський точиться. Народ ізраїльський точиться. І той самий Саул, який на голову більше всього Ізраїля, тримтить і боїться, і дивиться, може, на авініра воєначальника свого, а то іще більше хилиться. Але на те, я все дивиться, вічний Бог. І Бог розполагає серце Єсея, як кличе Давида, від стих стад, від тих овечок, сину, візьми оціх 10 хлібів, візьми оці ісмогви, занеси братан твоїм, а ці іссорі занеси воєначальнику, довідайся про їхнє положення і узнай, яка там у їхній нужда. Видно, пішло по всьому народу ізраїльському щось не те в Ізраїлі, яка в їхній нужда і приходить Давид. І я не буду поширюватися цією історією, ми добре знаємо, але коли Давид якраз стояв і виступає єдиноборець, і починає говорити те, що у сторону ізраїльського народу, і Давид каже, хто сей, хто сей необрезаний фірісімлянін, що так поносить воїнство живого Бога, я піду і сражуся з їм. І донесли ці слова Саулу і без вихід. Кличе Саул Давида, приходить Давид. Саул подивився на його своїми очима і каже, ти не можеш. Ти не можеш. Від воїн, від юності, а ти ще зовсім дитина. Але Давид розуміє, браті і сестри, він видно від того часу, коли отой єлей з рога був вилетий на його голову, він там тоді відчув, що щось необычне, в тому помазанні і було. І він каже, хай ніхто не падає духом. Раб твой пасовець у Господіна своєго. І коли приходив лев чи медвід і брав, я догоняв його і віднимав. А коли він кидався на мене, то я умершвляв його, і з тим необрізаним буде те саме, що було з левом і що було з медведем. Бог придасть його в руки мої. І написано в слові Господньому, бере Саул його, знімає із себе кольчугу, броню з себе знімає, надіває на Давида, надіває на голову його мінний шльом, припоясує його своїм поясом з мечем. І здається, я навіть вчора в своєму служінні говорив, здається, ну Давида, все, тут ти неприступний, тут ти непереможний, в тебе помазанні, на тобі кольчуга, на твоїй голові мінний шльом. Але Давид написано в слові Господньому, походив, походив і каже, я не привик в цьому, я не можу, як, пренебрігаєш царською одежою, я не можу, я пастух. Амінь. Амінь. І знімає те, все з себе, бере пастушицькою сумку, іде оттуда, до того руч'я, який так тихенько несе води свої, і звідти вибирає п'ять гладких камінів, і ложить свою сумку, іде проти філістімляніна. І коли філістімлянін побачив Давида, то почав сміятися з його і проклинати своїми богами. Але Давид певний і каже, я йду на тебе в ім'я Господа, неба і землі, Господа Саваофа, Бога Ізраїлєва, і нині він придасть тебе і полки ваші. І, браті і сестри, в тих словах була основа, в тих словах була віра. І коли той самий Саул дивився на того Давида, коли він виходив, таке дитя йде проти такого вояка, то повертається до Авеніра і каже Авенір, чи яйсь син, я тут юноша, я не знаю, каже Авенір, так іди спроси, чи яй він син. І хотілося б казати, браті і сестри, і я завжди так щось дивлюся і знаю, що в слові Господньому немає помилки, але хотілося б казати, то дитина Господня, то помазані Господні. Алілуя Богу нашому, хай ім'я Боже буде благословенне і прославленне, браті і сестри, що Бог, многий із нас, хрестив його святим духом. Алілуя, слава Богу вічному. Ви знаєте, я не знаю, чому, але хочеться мені нагадати момент свого життя. Я один раз їхаю, взяв свою машину, ну, як люди називають священником чоловіка світу цього. І я думаю, як же з тобою зачати мову зі мною, ще сусід мій. І ми трошки проїхали, я іще взяв два чоловіки, і повна машина. І я почав з ним говорити, договорились, я не буду в тому поширюватись. І він каже, в останні дні написано, буду говорити іншими мовами. І я кажу, так, так, бо написано є в Слові Божому в рівнян 8-14 віршом, починається, що все воді, ми духом Божим, суть сіни Божі. І кажу, потому що ми не прийняли духа рабства, а духа усиновлення, який зваємо, а воотче. І цей самий дух свідетельствує духу нашому, що ми діти Божі. А якщо діти, то й наслідники. І я повертаюся до його, кажу, як у вас, на що та воотче. І він бідненький захитався, зашився, і кажу, ви мені тут станьте. Мені треба виходити. І він вийшов. А ті люди кажуть, що то такий за піп, що він не може за шашки щити свою віру, друже-дорогий. А воотче, помазання вічного неба, що ти дав за його? За римське гражданство люди платили велику ціну. Що ти дав за помазання, Боже? Алілуя, слава йому! Що ти доплатив за те, що він називався другом твоїм. Що він називався батьком твоїм. І один псалом співається, як да в путіх Небесної Родині родним я стану, як чужой. І якщо всі друзі змінять мені, зо мною прибуде Дух Святой. Чуєш, брате? Чуєш, сестру? Він не оставить тебе. Він буде хоронити тебе. Він буде тебе благословляти. Він тебе буде підкріпляти. В будь-якій ситуації життя твого, може твої ноги, як ноги Павла і Сили, були заковані в колоду, але він тебе не оставить і в той час. Бо є написано в Слові Господньому, Павел і Сила получили багато ударів, ноги заковані в колоду, і їх кинули вовнутріну тімницю. Є в тюрмі і ще одна тюрма. Я знаю це, я не буду про це говорити, але разом з тим Словом Боже каже, вони в полуночь, молясь, поспівали Бога, тимниця постраслася, узи всіх ослабіли, і дивне явище, а ніхто нікуди. А ніхто нікуди, люди такого не бачили. Може бачили багато за своє життя тих люди, які були там в тимниці, але такого не бачили, ніхто не втікає. І, браті і сестри, ім'я Господнє благословенне, ім'я Господнє прославлене, спасіння явилося і для тимничного стража. І в даний час, браті і сестри, я не буду більше говорити, я хотів би, щоб Дух Святий говорив до кожного серця, щоб Дух Святий потішив кожне серце, щоб їляй помазання був вилити в сьогоднішній день на кожну душу і на кожне серце. І тому-то в даний час, я не знаю, брати підказують, серце моє тримтить, а мені хочеться з вами взивати до вічного Бога, мені хочеться благословити того, який благословляє нас своїм благословінням, мені хочеться підняти руки молитви і сказати благословенно ім'я Твоє, Вєчний Святой, в нашому язическому народі, в народі, який Ти вибрав, який Ти Христів Духом Святим, який Ти спас поскресством Креста Голгофи, який Ти умив кров'ю Голгофи. Алілуя, Вішньому Богові! Тому-то в даний час ми будемо молитися, хай ім'я Боже буде благословенне. Алілуя, слава йому, молимось! З цьому місця, милость моя велика, краміни Акла Мауден, проливається моя благодать велика народу, відкрой серце своє, краміни Штаудисамінь, ібо обільно золю силу мою, жаждущі серцам, милость моя велика, я страдал за кожного з вас, краміни Акла Мейден, прославьте ім'я м'я, Алілуя, ібо облако на цьому місця благодать моя, вливається обільною меру небо, я відкрито приймаю народ молітви Твою, і слишу воплі матерей, зовійте ки небо, Алілуя, і буду спасать сім'ї ваші, так, говори Дух Святой, Амінь. Благословенне ім'я Твоє, Царо, Царів, Алілуя Тобі, Святе Вічне небо, Господі, за велику мілость Твою, Алілуя, заскіпи, дорогі, і Ти простер, спасіння нам, язичнім людям, що Ти нас усиновив, що Ти нас удочарив, Алілуя, Господі, Ти хрестив нас Духом Святим, і ми кличемо, Аба Отче, Аба Отче, Аба Отче, аамінь, готеробі, робетунен, лаберагі, торобі, роботен, Алілуя, обоотче, небо, небо, лабирагі, старобі, роботен, Алілуя, слава, так, лабирагі, турбі, тенан, Алілуя, слава, так, лабирагі, торбатенен, ми благословляємо, ім'я Твоє, Велике, Святе Господі, Розумею, читаешь, что поток твий, он всегда полный будет Поможи нам, Господи, в сегодняшний день Вспомниться жаждаю Поможи нам ревнувать, Господи, Бог все равно в Днем Твоем И в данный момент, моля милости Твоей благословляет Тебя Просим, благослови, Господи, каждую душу и каждое сердце Хай прославится имя Твоем, народе Твоем И будешь достойным Богом, аминь, аллилуйя Прийди, святий дух, утешитель Сердечний храм мій посвятив За всиди будь Ти, мій учитель Відкрій Твої слова святі Навчай мене, бізнай твореця Гнів научи любить Отця Даруй мені дух розуміння Сумнів ніколи не впадать Щоб всі божественні веління Я мій за всі динь виповняй Любовью дух Ти знов зігрій Любови святості гаї Даруй мені І знай Твоєця Гнів научи любить Отця Аллілуйя Аллілуя Аллілуйя Аллілуйя аллилуйя 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 бодуйся ты прослава христа и направляй нас санктов небеса Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Земля, батьки, моя земля. Степи та в різьких тишинах. Блаки, чосер, барвінку цвік. Дичачий сміх, ленечий крик. Світанки зоряні твої. Весняні теплі дощі. Зелене шито і шніва. Це все моя земля. Далеко де Єрусалим. У тім краю Христос ходив. Він Україну не забув. У світ закоханий він був. Бо в муках він страждав за свій. Щоб був похований твій грі. Щоб ти мав вічне майбуття. Подарував життя. Далеко де Єрусалим. Та сестри у кресті. Тож будьмо як один усі. З молитвою до Бога звать. Наш край від сну пробучувать. Давайте з часом цінувать. Хрестуй Його, щоб віддавати. А Віне поможе вілю я. Проснеться вся земля. Давайте з часом цінувать. Давайте з часом цінувать. Сонце правди зійшло і сіяє над землею, де сльози і кров. Тьму неправди зла розганяє в Його проміннях вічна любов. Промінь чистий лікує нам рани ті, що людство на ніс древні змій. Нас звільняє з гріховних кайданів і веде по дорозі святій. І веде по дорозі святій. О чудове святе сонце правди, Хто зігрівсь в проміннях твоїх. Той звільнився від зла і неправди, І душею став білий як сніг. Ще багато в темряві блукають, І в вогні віковічнім лежать. Сонце правди, хай ласки благають, Їх зігріє свята благодать. Сонце правди наш любий спаситель, Він на грішною землю зійшов. Щоб творіння з творцем примирити, Щоб і щастя в Христі ти знайшов. Сонце правди зійшло і сіяє Над землею, де сльози і кров. Тьму неправди зла розганяє, В його проміннях вічна любов. В його проміннях вічна любов. Хто? Господь. Ось цей брат хоче розказати, що з ним зробив Господь. А ми будемо просити, щоб Бог благословив. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Бог, Він явив в мою жизнь дуже великою милость. І Він открылся мене во спасення. Слава Богу! І я можу тут стояти на цьому місці і свидетельствувати о той славі, яку він завершив в моїй житті. Мене звати Валик. Я приїхав з поселка Буча. І мене 25 років. Вісім із котрих я був наркозависимий. І на протягом 8 років цих я употребляв наркотики. І вся моя життя, вона була зв'язана вокруг наркотиків. І наркоманів, це... Обична життя його зв'язана. Це наркотики, милиція і опять наркотики. І вот це проходит так вся життя. І я багато разів спробувавитися від цього. Я багато разів спробувавити свою житті. Але у мене нічого не вийшло. Моя мать, вона спробувалася зменити, якось допомогти мене, що-то зробити зі мною. Але при всіх її усілях, у нас теж не в совмістних усілях, нічого не вийшло. І я думав о своїй житті. Я думав, для чого я живу. Для чого я здесь родился на этой земле? І багато разів задававав себе цей вопрос, і ніколи на нього не знаходив ответа. Я думав, для чого, як Бог є? Для чого він сделал мене? Для чого він так сотворився, що я родился на этой земле? Для того, щоб я прожив таку житті, був наркоманом, бігав по цим полям, різав мак, кололся, скривався від милиції, сидів в тюрмі. Для чого мене Бог сделал на этой земле? Для чого я родился? І не було ніякого ответа. І в моєму сердце, с раннього діття було заложено безбожье, атеїзм. І коли вже була свобода, я слухав про Бога, але в моєму сердце я казав, що Бога немає. Якби Бог був, я б так не жил. І в мене була обіда на Бога. Якби він і був, я думав, то я дуже сильно на нього обіжався. І коли мені говорили о Богі, то я не слушав, я не верив в це, і я не воспринимав це. І я думав, що це все ну, хорошо розказує, красиво звучить, заманчиво, але це просто какой-то миф, це не реальність. І цього не може бути в моєї житті, про те, що ці люди мені розказують. І однажды, коли я знаходився со своїми приятелеми на наркопритоні, там прийшла девушка, с яким ми употребляли наркотики. І она розказала о нашому совмєстному другі, який також с нами кололся. І она сказала, «Послушайте, с Олегом что-то произошло». Она сказала так, мягко, у нього стихала крыша. Говорить, я с ним простояла час проговорила, он целий час мне рассказывал о Боге. Його заманили в какую-то секту, і вот он уже целий год не колется, не пьет, не курить, не матюкається, і все время говорить о Боге. І ми послушали її, і там почали вспомінать, який він був хороший парень, і чуть ли помінки йому не устроили. І коли я прийшел дому, то мать моя, она пыталась мне как-то помочь, как-то избавити мене від цієї проблеми, тому що її життя, то що я був наркоманом, для неї це було дуже... як матеря, вона завжди старалась мене расти. Вона завжди старалась, влашла саме лучшее для мене. Я був, як вона не доедала, вона завжди нам с сестрой давала лучшими куски, які були з еды. Вона любила, я був, як вона старалась, саме лучшее, щоб ми в школі. Вона думала о нашому будущем, і все готовила, она надіялась, що ми будем хороші діти, що ми будем примерні, і що ми будем от раду її душі. Але коли я був наркоманом, і всі сусіди починали узнавати, то вона поначалу боялась виходити на вулицю. Вона не хотіла нікого видіти. Вона говорила, я хочу выйти куда-то в поле, уехати, вбежати від себе. У мене така більше, я хочу выйти і кричати. Вона була був наркоманом. І я нічого не можу зробити. Вона була сильной волєю жінчиною, яка добивалась всього. Вона на своїх плечах, вона делала, поднимала, весь дом строился, отец у мене випивав, так що на нього не було ніяких надежд. Але тут, вона столкнулася з такою проблемою, которую вона не могла преодолеть. Йе сын наркоман. І вона пыталась щось зробити, але нічого не зробити. І коли я прийшов в очередной раз, вона сказала, «Слушай, давай решим цю проблему, поїдем там к одной целительнице», то я сказав, щоб вона не тратила заради деньги. І просто я ей сказав, я видел її боли, я видел то, що она мене любить. Я в сердце її любил теж, я очень її любил. Але я нічого не мог зробити з собою. При всьому своєму желанні, що-то змінити, якось поменять положення вещей, я нічого не мог зробити. Хоча я її говорив, я її люблю, «Мама, я тебя люблю». Она плакала, она становилась на колені і говорила, «Валик, перестань колоться». Але я говорив, «Мама, я тебя дуже люблю, але я нічого зробити не можу». І она прилагала все свої усилия. Тоді я їй сказав, просто з цього рассказу про нашого друга Олега, я сказав, «Мама, послушай, мені ніхто не поможеш, кроме Бога. Слава Ісусу!» Я не понимав, що я сказав, тогда я был уколотий, я не знал, я не придав даже этим словам значения. Но эти слова, они попали в сердце Матери. Она пошла искать Бога, «Слава Ісусу!» Она пошла Его искать, и она встретила верующих людей, которые верили в живого Бога, которые поклонялись Ему, которые любили Его, и которые проповедовали Его святое Слово, «Слава Ісусу!» И она пришла к ним, они ей проповедовали, и она сказала, что что-то произошло с ней. Это слово ее коснулось, и она стала ходить регулярно. Она стала верующим человеком, она покаялась, Бог крестил ее Духом Святым, она приняла водное крещение, и на протяжении двух лет она молилась и просила, чтобы Бог, Он спас меня. И она просила церковь, церковь молилась за меня. Ко мне приходили с церкви братья, они свидетельствовали, рассказывали. Такие же люди, бывшие, как я, в таких же проблемах. Но я смотрел, я не верил в это. И сколько она не молилась, сколько не молилась церковь, я просто с каждым днем я становился все хуже и хуже. Не было выхода, не было просвета, не было уже и здоровья. Вся та романтика, которая была в юности, она уже прошла. Я реально смотрел на вещи, и я понимал, что наступит такой момент в жизни, я понимал, что наступит очень скоро, что я умру где-нибудь на вшивом матрасе, где-нибудь на притоне, со шприцом в руках. Меня вынесут, как обычно это делают наркоманы, и положат на лавочку, и все. А там меня найдет милиция. Я знал, что это конец моей жизни. И я понимал, но я ничего не мог изменить при всем своем желании. В сердце была боль, в сердце была тоска, и вот и все. Жизнь она проходит, ничего не вернуть, но ничего изменить я не мог. Однажды ко мне пришли братья, они свидетельствовали то, что Бог, Он изменил их жизнь. То, что Бог, Он сделал великое в их жизни. То, что Иисус, Он освободил их от греха, дал им радость, дал им любовь. Я смотрел на них, я смотрел и не верил. Я смотрел, я вижу в их глазах радость. Я смотрю, в их глазах есть жизнь. Я смотрел, они что-то имеют, что-то необычайное. Но когда я смотрел на себя, я понимал, что я верующим человеком не смогу быть. Ну что угодно. Я такой негодный человек, как меня Бог может любить? Кому я нужен? Друзья? Они до милиции друзья. Друзья? Они пока деньги есть друзья. Никого нету. Одна мать, которая бегает, плачет. Кто ж меня будет любить? Где этот Бог, про Которого мне рассказывают? И мать, она прилагала все усилия. И проходила, рассказывала мне об Иисусе. Я проходил домой, я брал, воровал вещи, потому что не было здоровья уже идти где-то, у кого-то воровать. Я выносил, что мог. А мать, она меня пускала домой. Она давала мне чистую одежду. Она говорила, иди помойся, иди покушай. Я видел эту Божью любовь. Я видел, что она действительно меня любит. То как нас Бог любит, если мать, она своего сына, который ей делал много зла, который разрушил все ее мечты, разрушил всю ее жизнь. А она любила. Иисус, Он всегда нас любит. Слава Иисусу! Я не знал тогда, что я такой негодный. Я был противником Богу по своим злым делам, которые я делал. То, что я грешил. Я был врагом Богу. А Бог, Он меня всегда любил. Слава Иисусу! От сезона до сезона. От дозревания мака до следующего года, когда поспеет мак. И вот летом, когда поспел мак, и у меня в летней кухне лежала большая куча этого зеленого мака. У меня было наварено много наркотика. Мать пришла и сказала, поехали. И я не знаю почему, вроде бы кажется, дожил до этого времени для наркоманов рай на земле, живи, мака много, колись. Но я не знаю почему. Знаю сейчас, что это Бог. Тогда я не знал. Я сказал, я поеду. И мы приехали в Рибцентр. Там я находился где-то две с половиной недели я уже там находился. Но я находился там, как неверующий человек. Мне рассказывали об Иисусе. Мне говорили, что Иисус, Он любит тебя. Что Он умер за твои грехи. Что Он может изменить твою жизнь. Ты только приди к Нему. Ты обратись к Нему чистым сердцем. Я не понимал, как обращаться к кому-то, кого я не вижу. Где Он? Услышит ли Он меня? Избавит ли Он меня? И мне рассказывали. Но я не верил. И на молитву мне говорили, слушай, становись молиться. Обращайся к Нему. Взывай. Он поможет. Обязательно поможет. Я остановился. Говорил, Бог, если ты есть, то пускай у меня не будет ломки. И все, уходил. И ничего не происходило. Но когда привозили других наркоманов в репцентр, я видел, что они более лет прокололись моего. Я видел, что они гниют намного больше, чем я. Я видел, что они уже все доходят. Но когда их привозили, я видел, что первую ночь спит, вторую ночь спит, третью ночь спит. Его нет ломок, ничего. Он чувствует себя прекрасно. Я подходил и спрашивал, слушай, как у тебя это получается? Он говорит, я не знаю. Просто молюсь. Читаю Библию. Я пытался что-то сделать, но ничего не происходило. И вот, уже находясь там две с половиной недели, в таком состоянии мне постоянно было плохо. Я каждый день собирался уезжать домой. Но внутри меня была какая-то надежда. Я знаю, что эту надежду мне заложил Иисус. У меня была надежда, что что-то произойдет. Я вечером думал, все, утром уезжаю. У меня стояла сумка собранная, там собрать некоторые вещи и ехать утром домой. Но когда утром я вставал, я смотрел и думал, ну сегодня еще один день. Вдруг сегодня что-то произойдет. И вот, находясь две с половиной недели там, приехали миссионеры. Приехала церковь туда в реп-центр. И человек около ста. И там было служение, проповедовали. Проповедовали крещение Духом Святым. И для меня это было удивительно. Я видел в Буче, как молятся на языках. Я видел, как там молятся на языках. Но для меня это было безумие. Я этого вообще не понимал и не воспринимал. И тут они начали призывать. Кто хочет, чтобы Бог крестил его Духом Святым. Выходите наперед. Мы будем за вас молиться. И Бог воскрестит Духом Святым. И во мне столько было гнева. Столько было злости. И на Бога. И на людей. И на самого себя. Что я думал, сейчас я выйду. Пускай они помолятся за меня. Бог меня, конечно, Духом не крестит. И я им сейчас расскажу все. Все, что я о них думаю. Что они просто дурят людей. Что это рассказывают какие-то небылицы. Что это все просто неправда. И ничего этого нет. Они просто занимаются каким-то самовнушением. А я сколько здесь был. Со мной ничего не произошло. И как мне было плохо. Так мне две с половиной недели плохо. И я вышел туда. Весь кипят злобы. Вышло еще три человека. Нас четверо было. И начали молиться. Возложили руки. И мне сказали просто слава Бога. Молись. Ну думаю буду делать то, что они говорят. И я начал молиться. И тут что-то произошло. Я не понял мой язык. Он начал заплетаться. У меня пошли странные слова. Я просто испугался. Я остановился. Что происходит. У меня такое состояние. Как меня облили ведром холодной воды. Весь пыл мой. Он с меня спал. Я не понял как оно. Что оно. Я остановился. Я просто испугался. Я растерялся. Я не знал что говорить. Я просто сомкнулся весь. Сжался. Закончилась молитва. Я так до конца молитвы. Я не понял что произошло. Но когда спрашивали. Ну кого Бог Духом крестил. То я как-то постеснялся сказать. Что меня крестил. И не крестил. Потому что я до этого ходил. Возмущался. Говорил что это все неправильно. Это все неправда. А тут со мной это произошло. И я сказал. Не знаю. И всех тех 4 мы вышли. И меня только в тот день. Бог одного крестил Духом Святым. Слава Иисусу. Хотя я не верил в это. Но это Божий промысел. Бог он коснулся тогда моего сердца. И я Духом не молился. Я где-то около двух дней Духом не молился. Я. Только у меня что-то начинало. Я останавливал это. Я не понимал. Мне это казалось странным. И когда вечером. Братья и сестры. Они сидели на улице. Возле костра. Играли на гитарах. Пели песни. И я остался. Мне было плохо. Остался в братской комнате. Лег на кровати. И думаю. Полежим хоть чуть-чуть. Так меня. Потому что устал за день. И. Такое состояние. И не спал. И вроде и не бодрствовал. Полусонное. И я слышу. Кто-то молится на языках. Я слышу. Кто-то поет на языках. И думаю. Я же один был в комнате. Я открываю глаза. Никого нету. В комнате выключен свет. Только с улицы светит. Свет от уличного фонаря в комнату. И я лежу на этой кровати. И пою на языках. Слава Иисусу. Я не понимал. Что со мной происходит. Но мне было так хорошо. Я не чувствовал своего тела. Я не чувствовал той боли. Которая у меня была. Все то, что до этого было. Оно просто прекратилось. Я лежал и пел на языках. Весь разум. Мое все естество говорило. Валик. Это не нормально. Немедленно прекрати это. Валик. Ты сходишь с ума. Я просто. Ну мне так было хорошо. Что я сказал. Пускай. И я боялся просто пошевелиться. Я сделать какое-то движение. Мне настолько было приятно. Настолько сила Божья. Она наполняла меня. И происходило. Я промолился около 40 минут. И тогда я впервые заснул. Слава Иисусу. До этого я не спал. Я уснул на пару часов. Но когда я проснулся. Я встал. Я начал это вспоминать. И просто подумал, что мне приснился сон. Я думал, это мне просто все было во сне. Оно как бы наяву. Но это просто был сон. И уже через полгода. Когда я уже был полгода верующий. Когда я ночью ложился спать. И взял Библию прочитать. Брат Вася он читал в начале. Это Евангелие от Иоанна 14 глава. Где написано о крещении Духом Святым. О обетовании Иисуса Христа. Что он обещает послать утешителя. Что он не оставит нас сиротами. Что в доме Отца обителей много. Что верующие в Иисуса Христа. Они сотворят дела, которые Он творил. И больше этих дел сотворят. Так обещал Иисус. И я открыл эту главу. Думаю, прочитаю что-нибудь на ночь. Буду читать. Открыл и читаю эту главу. Я был один дома в дальней комнате. Была бабушка, за которой я присматривал. И я открыл и начал читать Евангелие от Иоанна 14 главу. И я читая, прочитывая эту главу. Я получил тогда самое большое откровение в своей жизни. Я понял, что я верующий человек. Слава Иисусу. Я увидел все, что там написано. Что написано там есть в моей жизни. Что то все правда. То значит, если то есть в моей жизни на самом деле. То значит, то еще чего нету. Будущее небеса. То, что я имею жизнь вечную. То все оно для меня принадлежит. Все эти обетования в Библии, они мои. Все то, что написано в Библии, оно написано про меня. Слава Иисусу. Я встал тогда на колени свои и начал славить Бога. Молился, молился. Утром рано вставать. Думаю, нет. Надо уже ложиться спать. Лег спать. Нет, спать не могу. Буду читать. Открыл Библию. Начал читать. Нет, читать не буду. Надо проставить Бога. Бог, Он дал мне спасение. Я же имею спасение. Иисус, Он меня спас. Я имею жизнь вечную. Я встал опять на колени. Я молился, взывал там к Богу, проставлял. До трех часов ночи. Слава Иисусу. Божья сила наполняла. Там окни звенели. Но это было потом. Но до этого, когда я тогда проснулся, то я подумал, что это был сон. Я подумал, что это было... Просто мне приснилось. И я встал, я уже начал молиться к Богу. И молиться на языках. Я не понимал, я не мог этого удержать. Я пытался как-то сдержать эту силу, но оно само открывало уста. И сам Дух, Он молился на языках. Я не понимал, как это происходило. И я себе сделал такое умозаключение. Я здесь нахожусь уже три недели. И дома я слышал, как на языках молятся. И здесь они постоянно молятся. Я постоянно слышу. И оно мне подсознательно попадало в разум. И там на подсознательном уровне. И я вот запоминал что-то. И оно у меня уже само подсознательно выдает. И молился на языках, а в Бога не верил. Молился, обращался. Сила Божья наполняла. Внутри радость. А в Бога не верил. И когда уже оставалось до конца реабилитации. Я там был на месяц. Договорились, что я там буду месяц. Оставалось три дня. И я просто решил для себя. Что через три дня я уезжаю домой. Я не буду продолжать здесь реабилитацию. Я просто поеду домой. Приеду. Покажусь маме. Пару дней не поколюсь. Чтобы мама потешилась чуть-чуть. Чтобы успокоилась. И пойду дальше колодца. А почему бы и нет? Нет. Ведь в чем смысл жизни? Если какая разница будет между человеком. Который хорошо живет. Делает много добра. Хороший. Праведник. Все о нем говорят хорошо. Раздает милостыню нищим. Помогает сиротам. Вдовам. И между мной. Конченным наркоманом. Который в жизни своей ничего-то и доброго не сделал. А если и сделал, то из выгоды для себя. Какая разница? Если я проживу и умру. И этот хороший человек. Он проживет жизнь. Лишал себя чего-то. Достигал. Делал добра. Я знаю, что ты есть. Я даже умом уже понимаю, что ты должен быть где-то. Боже. Ну где ты? Боже, тебя нет. Тебя нет в моей жизни. Я вижу людей, которые радуются. Я вижу людей, которые имеют в своей жизни тебя. Но то, что они рассказывают, его нет в моей жизни. Боже, почему? Боже, где ты? И в тот момент Бог показал мне видение. Я просто увидел яркая поляна, трава, деревья. Солнце светит. Идет дождь. И выкопанная могила. Земля рядом. Стоит девушка спиной. И рядом маленький мальчик. Я знаю, что тут стоит моя жена. А тут маленький мальчик, он мой сын. И никого нету. А просто опускают гроб на веревках. И я знаю, что в том гробу лежу я. Я вижу, как меня опускают. Я вижу гроб и знаю, что то меня опускают, меня сейчас закопают. И все. И в тот момент мое сердце, оно просто сокрушилось. Я просто возвал в сердце своем и сказал, Боже, и вот это все? Вот это все, для чего я живу? Бог мой, как же на этом конец? Что бы я ни делал? И вот это мой конец, Боже. Боже, я не хочу. Боже, где ты? Как же я могу в тебя верить? Боже, я не хочу просто умирать. Для чего ты меня создал? Бог мой, для чего я отличаюсь от той курицы, которую я ем? От свиньи, с которой ем сало? Я обращался как умело и говорил, Боже, почему? Почему я здесь живу? Для чего я здесь живу? Бог мой, где ты? И в тот момент произошло великое событие в моей жизни. Просто та комната, в которой я находился, она просто исчезла. Просто в тот момент меня сиял свет. Свет великий, я не знаю, как его передать, как миллионы фотовспышек. Но это такой свет, который не режет глаза. Мне не было больно на него смотреть. Мне было приятно. И он меня окружил со всех сторон. Ничего не было, был только один этот свет. И я чувствовал себя, как маленький ребенок, которого поймали, он сделал какую-то шкоду, и его на горячем поймали за руку. Мне было так стыдно. Вся внутренность моя, она кричала во мне, это Бог. Все во мне говорило, это Бог. И просто прозвучал голос. Вот я, живой, тебе для уверенности. Слава Иисусу! Я просто сокрушился. Я насколько мог понимать, мой разум не обновлен, речь не обновленная. И что я единственное, не просил ни богатства, не просил ни как Соломон мудрости. Я ничего не просил. Я просто просил, чтобы Бог меня простил. Я говорил, Боже, прости меня. Я все это чудил, потому что я не верил, что Ты есть. Я просил, чтобы Бог меня простил только. И все. И в этот момент все исчезло. Я смотрю, я стою в этой комнате. Все так же молятся, как и молились. Ничего как бы не произошло. Меня наполняют, мне слезы радости. Иисус, Он живой. Братья, сестры, я хочу закричать им, что вы молитесь. Ликуйте Бог, Он живой, что вы так тихо молитесь. Только что здесь, на этом месте, был живой Бог. Я поднимаю руки, хочу закричать. А не могу. Что-то скрывало мой голос. Я понял, что это Бог, Он показал для меня. И когда я посмотрел на себя, до этого момента я еще курил. Я посмотрел на себя. Я понял, что я не буду курить. Я не буду больше колоться. Что у меня нет этого желания, что я свободен от этого. Слава Иисусу. Просто сверхъестественно пришла Божья свобода. Иисус в тот момент, Он освободил. Пришла живая вера в живого Бога. Слава Иисусу. Сегодня и навеки тоже. Слава Богу. И сегодня Господь хочет благословить нас всех на этом мире. Я читаю Слово Божье. Я читаю Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Слово Божье. Мы на этом месте, чтобы ему воздать честь, силу и славу. Аллилуйя. Вечному Богу. В свое время апостол Павел умолял братьев, говорит, умоляю вас, братья. Милосердие Божье. Представьте тела ваши в жертву живую и святую. Для разумного служения. Слава Господу. Слава Богу. Друзья мои. Сьогодні цей жертвенник устроен самим Богом. Сьогодні Бог говорит нам, чтобы мы предоставили себя в жертву живую и святую. Чтобы мы не согласились с веком Сим. А сьогодні, чтобы наш разум обновился. Чтобы мы знали сегодня волю Божью. Добру, приятную и досконалу. Воля Божья добра. Он сегодня мает намер относительно нас. Не на зло, а на добро. Аллилуйя. Он сотворил небо и землю. И все, что наповняет их. Он сотворил человека и поставил свой план спасения относительно человека. И приятная воля Божья. Чтобы человека приблизить до себя. Чтобы человек знал силу Божью. Чтобы человек знал славу Божью. Чтобы человек мог воздать честь и славу Богу. Это приятно. Нам сегодня встречаться с Вечным Богом. Аллилуйя. Он есть на этом месте. Аллилуйя. Предоставляем себя сегодня Богу. Если сегодня мы сообразимся с Веком Цием. С миром, друзья мои. Бог не может сегодня благословлять этих людей, которые дружат с миром. Бог благословляет тех, которые объединялись с Богом. И которые верили в живого Бога. Аллилуйя. Сегодня небо открывается. Для того, чтобы облако благословения. Зайшло на это место. И дождь благословения. Покривший народ. Аллилуйя. И есть добра воля Божья. Когда мы познакомились Господа. И идти извещать волю Господню. И если сегодня жертвенник устроить Богом. А мы сегодня, как дорогие камни, устроим все жертвенник. Друзья мои. И себе предоставляем. Живому сильному Богу. Аллилуйя. Жертву. Живого святого для разумного служения. То я верю, что Духа Святого зайдет на это место. И вся жертва будет принята. Аллилуйя. Камни, вода, дрова, жертвы них. Все было спалено с огнем. Оно было забрано до Господа. И сегодня хотелось, чтобы было все Божье благословение. Чтобы этот небо сошел. Потому что когда опасности и трудности. Мы знаем, до кого вернуться. Мы имеем живого, сильного благословенного Бога. Я помню, когда в своем жизни я встретился с смертью. Когда банда пришла. И в тот момент я стоял перед ними. Они направили оружие против меня. И я знал, что пришла смерть. Но в тот момент я сказал сердце своему. Я поднял только очи святого неба. И сказал Дух Святый. Потому что я сам ничего не могу сделать. Друзья мои. Два часа. Две годы продолжался террор. Но когда я им сказал. Хлопцы. Оставьте это дело. Краще вернуться до Бога. Чтобы ему служить. И в тот момент они утекли. Потому что ангел с мечом явился. И моё життя было збережено. Слава Господу. Сегодня есть опасности. Сегодня есть трудности на этой земле. Но мы с нами есть сила. Духа Святого. И народ Господний. Дети Божьи. Мы пришли на это место. Чтобы прославить его. Воздаем славу ему. Часть ему сила. Ему держава. Ему поклонение. Небо. Небо. Сегодня огонь Божий. Судосибирься. Сосуды Божьи. Дайте своду Духу Святому. Станьте на страже. Хай Божье помазание пройде по стану народа. Аллилуйя. Молимся Богу. Аминь. Как важно стать на страже на месте сиём. Потому что шествие Духа Святого оно начато. И как важно, чтобы двери были отворены. Для присутствия силы и славы моей. Потому что приготовляю народ к славному дню восхищения. Время взвешить сердце своё. Взвесить пути свои. Ибо многие стоят на распутье дорог. Многие стали на скользких дорогах. И нет Румана Сталмена и ныне. Обвиняют Бога. Обвиняют небо. Разве я не посылаю облака с благословением? Разве я не говорю к сердцу твоему? Но говорю народ, страхнись. Идут последние призывы. Невеста готовится к переселению. Как многие встретятся на пути. В мурман судьбе регламен в рассвете. Как многие подытоживаются жизнь сердцам. И нет Румана Сталмена. Ветры, ветры. Которые идут на землю и испытают основание строения твоего. И так на чём устрояется дом духовный. Как многие обращаются к религиозности. Идолопоклонству прилепленных к земле. Но пройду. Пройду по домам и семьям. Мажьте двери косяков сердечных кровью анца. Потому что отзыв будет великий. Перемены идут на землю. Страхи и ужасы будут нечестивые преклонять колени. Потому что последний дождь изливается. Но кто виноват? Разумен сугломен, что сердце твоё закрыто. Приготовь путь Господу своему. Ибо шаги мои. Ныне говорю на земле, в небе. Руман устал берегломен. Ибо события и стихи. Они напоминают о моём близком пришествии. О, сыновья, припояжьтесь. Поднимите руки молитвов. Ибо брань предстоит великая. Великий оккультизм идёт. Турман устал берег Лормена. А для народа нужна власть и сила. Великие лжеучителя восстанут и покажут чудеса и знамёна. Кто выйдет на брань? Берите камни из ручья. Не смотрите на высоту. На силу. На поважность. Но знайте, кто вы и над что поставлены. Как важно ныне чувствовать елей помазания. Как многие на месте сиём повязаны с силою вражью. Как нужна разгрузка. Как нужна развязка. И нет Романа Сталмин. И навьючивает новые и новые ноши. О, зачем стонать. Когда жених брачного чертога прибыл на место сиё. Когда кримили гломен Дух Святой. Нежным стуком обращается к сердцу твоему. Неужели закаменела внутренность твоя. Ибо огонь благодати Святого Духа. Он проходит по междурадью народа. Если нужно врачевание внутренности. Он здесь. Если нужно врачевание плоти. Он здесь. Аминь. Сила Божья обхватывающая. И сожигающая всякое нечестие. Ибо облако опускается на место сиё. И сила моя. Она проходит. Аминь. Зачем ждёшь помощи от человека. Ибо руки мои пронзённые. Они торкаются каждое сердце. Аминь. Аминь. Звучит пациент. Звучит пациент. Ирведус кермене оболочи, так говорит дух святый, неременный скемет. Ибо небо открыто для народа моего, кребедецкие, мне оболочи. Но тем, которые имеют со мною союз, аминь, арба да скепит, або очи. И ныне рементус кемен мое благословение проходит, кребет, скепит, або очи. От души до души, которые взори подняли к небу, аминь, урги беды кармены, або очи. Но вот ныне, народы мои, народы мои, стоящие на всю месть, ибо будет этот день для многих только во свидетельство ременья скепит, або очи. Но только некоторые ныне стоят и ожидают моего прихода и говорят, Господи, поможем в это трудное время устоять в вере. Аминь, стоите, дети, в вере ему арбеды скепит, або очи. Ибо вот наступают дни тяжелые к рементус кемен. И на всем месте я с юношей девицей останутся рементус кемен. И будут искать к рементус кемен, где найти человека, в которого был бы Дух Божий и сказал слово для спасения души нашей. И будут искать, будут по дорогах шукать старца и старца, которого пренебрегли, ныне говорит Господь. Ибо старцы и старцы принесли факел до последних дней, а они у меня стали в пренебрежении. Бойте с Бога, аминь. И Бог там не будет стоять в проломе к ременту к молитве. А рементус кемен скажет истинно, був с нами Бог, а мы не узнали ремен и гер хораги. А ныне предупреждает Господь, старцы и старцы, готовьтесь, готовьтесь, армянам. Не так, чтобы готовьтесь, а будьте готовы, говорит Дух Святый, аминь. Принесли факел веры, у жизни своя и к ременту с кем, носили поношение, носили озлобление за имя мое. А ныне, говорит Господь, будь возложен и меня для многих, аминь. А ныне так говорит Дух Святый. Это множество людей, Господь, и я знаю, что в тебе есть кладовы, они открываются для того, чтобы благословить народ твой. Народ сегодня с ними, Господь, весь сегодня жаждущий и алчущий пришел, при лицах твоих ремен и флайса на бить, а ты своего часа жалил, народ. Когда был в пустыне, сказал им им что ести, и ты им раздав ести, потому что благословил всю нишу, и уж не раздавали славу тебе. И сегодня, Боже, в табеице ежа, в табеице печо, благослови Господь, весь этот устаный народ. Ремена и сегиба не флайса, благослови сосуды дома твого, благослови братьев, трудящие надеви твои, благослови каждого слова ремена и флайса, прославься, великий Бог, Тебе честь, Тебе хвила, великий, сильный, благословови Бог, Отець, Син и Дух Святый. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас сьогодні є в гостях тут гурт братів з Америки, їхній пастир говорив, а зараз вони заспівають. Просим. Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Слава Богу! Слава Богу! Я искренен рад и почитаю за честь быть на этом месте. Я уже второй раз в этом связном служении, и слушая проповеди, свидетельства, пророчества, еще больше убеждаюсь, что жив наш Господь, что те обетования, которые даны Духом Святым, они совершатся в жизни нашей. Вчера, сегодня по многим церквям читают одни и те же места. И всякий раз они открывают нам еще больше, больше, и утверждают, и назидают, и обличают нас. Слава Иисусу! Христос сказал, уходя на небо, не отлучайтесь от Иерусалима. Не отлучайтесь от Иерусалима, и я пошлю вам силу. Слава Богу! Блажен тот, кто не отлучается от церкви. Блажен тот, кто сегодня на этом месте преодолел сотни, а может быть и тысячи километров, чтобы услышать голос Божий. Не себя проповедуем, не о себе рассказываем, а о Господе нашем Иисусе. Передо мной свидетельствовал брат Владик. Я слушал его внимательно, думаю, Господи, а что я буду говорить? Одно и то же. Он перерассказал всю мою жизнь. Разница только в том, что он моложе меня. У него восемь лет страданий из-за своей глупости, из-за неверия. У меня шестнадцать. Точно так же моя мама просила, плакала, умоляла. Точно так же я страдал и винил Господа. За что? За что такие страдания и зачем живу я на этой земле? И так до тридцати двух лет. Точно так же, как он, я вел исчисление времени посезонно. От цветения мака до цветения. И в девяносто третьем году, пятого мая, как сейчас помню, пришел мой друг из лагеря. У него четыре судимости. С ним что-то случилось. Я тоже считал, что человек не совсем нормальный. Пришел и говорил об Иисусе Христе. Говорил он и мне. Я ему говорил, послушайте, а в следующий раз сейчас сезон некогда. Некогда. Но слава Богу. Именно в разгар наркотического счастья, цветения мака, Дух Святой коснулся сердца моего. Коснулся сердца моего. Я противился ему. Я встречал в своей жизни верующих очень мало. Очень мало. Я их никогда не видел практически. Я слышал, есть такие штундисты. Это ненормальные, несчастные люди. И когда я в первый раз увидел христианина, я работал тогда в шахте, 1570 метров под землей. Спущусь ли в преисподнюю и там ты. Слава Иисусу. Там мне человек говорил об Иисусе Христе. И я плакал в сердце своем. Мне было жалко этого человека. Телевизор не смотрит. В кино не ходит. В домино не гуляет. И даже пиво не пьет. Мне было очень жалко этого человека. Но я думаю, ему еще больше было жалко меня. Слава Богу. Слава Богу, я пожалел этого человека. Посчитал его фанатиком. И продолжал жить дальше. Но, судя по всему, молился он. Молилась моя мама. Она не была членом церкви. Она не принадлежала никакой конфессии. Она просто верила, что есть Бог. Она знала, что не спасет меня никто. Кто знал, это я. Я по своей жизни был таким оптимистом. Умру, да и ладно. Проживу еще пять лет. И достаточно. И когда я умирал, А было в моей жизни, что я умирал неоднократно. Жизнь наркомана, это постоянный риск. Но однажды я умирал серьезно, в трезвом, здравом рассудке. Когда я был в Афганистане, я уже свидетельствовал об этом. Я лежал уже возле морга. Два санитара, два солдатика подошли и сказали, давай отнесем его уже туда. Доворят, давай в следующий раз. Будем выносить уже тех, которые холодные. Сознание работало четко. Глаз открыть не мог. Устами не мог пошевелить. Но и тогда я не знал, что есть Господь. Но слава Богу, Он знал меня. Он знал меня. И я тогда не задумался. Я тогда не задумался. Я просто был везучий человек. Я был просто удачливый человек. Так думал я. И скрываясь от своих беззаконий, я когда-то убежал в далекий Колымский край, Магаданская область. Я там работал на приисках, мыл золото. Работал я на знаменитом, зловещем ручье Свистопляс. Пять лет я там мыл золото. Я видел кости наших братьев и сестер. И когда мы рыли более глубокие полигоны, мы вскрывали неизвестные могилы наших братьев и сестер, которые сохранились до сегодняшнего дня. И я задавался себе вопросом, что это за фанатизм такой? Что это за нелепость? Что это за жестокость Бога, который позволил, так сказать, детям своим остаться на Колыме? И я даже не сгнили, а замерзли во льдах. Но слава Иисусу! То, что я впоследствии прочел о костях Елисея, о том, как на эти кости упал мертвый человек и воскрес, совершилось и в моей жизни. Прикасаясь к этим костям, со мной что-то начало происходить. Я начал уединяться, я начал уходить в тайгу. Брал с собой ружье и часами думал, а зачем я живу? А где этот ихний Бог? Я хульно обращался к нему. А он, как говорил мой брат, миловал и меня. Миловал и меня. И когда я встретил этого друга, 5 мая 93-го года, я высказал все, что я имею против Бога. Я ему рассказал о свистоплясе. Я знаю статистику, я знаю историю. Я видел тех людей, которые сидели с этими братьями и сестрами. Страшные воры, убийцы. И никто из них, отпетый преступник, никто из них плохо не сказал в адрес наших братьев и сестер. Говорят, это были святые люди. Это были святые люди. Слава святому Богу. За то, что он излил святого духа. И за то, что святые люди донесли такому грешнику, как я, святое слово. Слава Иисусу. И вот, когда я высказал все, что я думаю о Боге, а Бог дал ему мудрость, он внимательно выслушал, прекрасный собеседник, слова не сказал. И потом задал вопрос, а что дал тебе твой Бог? Я говорю, а что дал? Я говорю, я наслаждаюсь. Сейчас сезон. Сейчас сезон, я наслаждаюсь, я радуюсь. А ты, я говорю, ходишь в дом молитвы и вместе с забитыми, серыми бабушками, дедушками лбом стучишься о пол. И он сказал, хорошо. Теперь я спрошу глубже. Где мать твоя? Я говорю, ты же знаешь, умерла в 52 года. А где семья твоя? Я говорю, а кому такой нужен? Где дом твой? Я говорю, да проколол, не знаешь, что ли? И коснулось сердце моего, слово его, правда, укор справедливый. Я пришел домой, еще и еще раз обратился к Богу с таким ужасным словарным запасом, обвинил его во всех и вся. Но слава Иисусу! Пришел тот момент, когда я задумался, серьезно, сильно, и я вынес себе приговор. Хватит ходить по этой земле. Хватит причинять боль окружающим. Хватит плакать моим родным, которых уже осталось совсем немного. Самое важное в жизни моей, самое святое, что я считал, это мама, и та умерла. Я понял, что умру скоро и я. Я решил уйти из жизни, как уходят наркоманы. Побольше уколоться, побольше съесть таблеток, написать записку. Это вам будет намного выгоднее и проще. Раз переплакали, и достаточно. Я так и сделал. Но пришла мамина подруга. В мире есть такое понимание, кума. Очень хорошая подруга. Я ее тоже очень любил. Она была уже членом церкви. Отпетая, ярая самогонщица. Пришла и начала говорить мне об Иисусе. Она ничего не могла сказать. Она не красноречивый человек. Она просто плакала и говорила, Юра, сыну, покайся, Христос тебя любит. Ох, мощная проповедь была. Сильнее я не слышал. Юра, сынок, покайся, Христос любит тебя. Я посмотрел на эту тетку, думаю, вот пришла. Я умирать собрался. Такой ответственный момент. Она меня тут, Иисус любит. Я говорю, тетя Люб, разве можно такого любить? Разве можно такому простить? Ты что думаешь, говорю, я в Афганистане по воробьям стрелял? Два года. Ты что думаешь, мамка моя умерла? Не без моей помощи? Разве такого можно простить? Но, слава Богу, простила. Ради нее, чтобы отстала и не плакала, я ей пообещал прийти в молитвенный дом. Друг мой пришел, тоже пригласил в молитвенный дом. И Дух Святой, который пришел на эту землю, ни разу там не был. Ни разу я не знал, где тут находится молитвенный дом. Он меня привел туда. Захожу в дом молитвы. Что-то говорят, что-то поют. Я по сей день не помню, что там говорили. Часа три я стоял. У нас хороший молитвенный дом. Я люблю молитвенные дома и собрания, где стать негде. Вот это хорошее собрание. Это чудесное собрание. Стать негде. Дышать нечем. Но Дух Святой действует. Запели песню. Хорошую песню. Обо мне запели. Если ты устал в пути. Устал. Пришел и стал на колени. Смотрю на тетку, думаю, ну что, довольная? Стал, все, отстань от меня, а я сейчас пойду умирать. Подошел пастор с микрофоном и говорит, что вы хотите от Бога. Нас вышло человек пятьдесят. Ну и каждый что-то говорит. Подходит очередь ко мне. А я еще, знаете, как на колени стал? На одно колено. На два нельзя. Да, понятия не позволяли. Гордость. Проколол все на свете. Стыдно и противно было глянуть. Это сейчас я такой солидный мужчина. А тогда чуть больше шестидесяти было. Черный от греха. И когда подошел пастор и сказал, что ты хочешь от Бога, я бы мог рассказать и Горбачеву, и Клинтону. А что сказать Богу, я уже боялся. Я сказал одно, чтобы Он простил мои страшные грехи. И когда задали вопрос, как тебя зовут, я ответил, наркоман. Имени не было. Не было имени Великий Бог. Великий Бог, который дал мне тогда, честно, раз в жизни, первый раз за 32 года сказать правду. Наркоман. С того времени Он вошел в сердце мое. С того времени я говорю о Нем. Единственная приятная тема, назидательная, насущная, так это Христос Господь. И когда я уверовал, каждый день, каждый вечер, ходил по притонам, ездил по тюрьмам и зонам, и говорил своим друзьям об Иисусе Христе. И мне говорили, Юра, подождем до следующего сезона. Что ты запоешь? Мы-то тебя знаем. Слава Иисусу! Одиннадцатый сезон. Одиннадцатый сезон. Я не вспоминаю об этом. Одиннадцатый. Слава Богу. Напрягаю свою память. Вот тут я стоял, думал, что же рассказать? Не помню. Вернее, помню, был такой Юра. То есть я. Если глянуть паспорт, да, это я. Когда-то пил, курил, ругался. Сегодня в мыслях даже этого нету. Дух Святой очистил, осветил, дал надежду, дал будущность. Сегодня я слышал пророческое слово. Каялся, сокрушался и умолял. Забери, если придешь. Я думаю, заберет. Нечего нам здесь делать. Мы дети его. Я хочу к отцу своему. Хочу к отцу своему и благодарю Бога, что сегодня все и вся говорит о нем. Пришел сюда, я уже здесь второй раз на Пасху был, посмотрел литературу, видео, аудиокассеты. По-разному люди относятся к этому. Было до недавнего времени у меня свое мнение об этом всем. Сейчас мы с братом строим дом молитвы. Дух Святой действует. Человек тоже по-своему как-то рассчитывает. Так случилось у нас почему-то все наши пастыря уже там, за океаном. А мы здесь остались, молодые, новообращенные. Порукополагали нас. Только один Бог нас держит и дает нам мудрости строить. Молитвенные дома. Во славу Его. И все сейчас в голове связано. Цена, тонны, метры, километры, деньги. Взял я одну закладку на днях. Пол закладки. Такая маленькая закладочка. Пол цветка. Обрезанная. Как-то неправильно я посчитал, сделали. И кручу в руке. Написано. Я тебя люблю. Бог. Ну посмотрел, цена 3 рубля 16 копеек. Вот думаю, 3 рубля 16 копеек за что? Второй раз переворачиваю. Цена 3 рубля 16. Третий раз переворачиваю. Иоанн 3,16. Слава Иисусу! Великая цена уплочена за меня. Ломаного гроша сам по сегодняшний день не дал бы за себя. Но он уплатил. Слава Богу! Уплатил. Сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, и вы примите силу. Не отлучаюсь от Иерусалима. Стремлюсь, бегу. Часто бывают срывы в жизни. Часто бывают падения. Нет, я не ухожу ни пить, ни курить, ни ругаться. Надлом. Испытания. Задачи Бог ставит в жизни. Экзамены Ему сдаю. Каждый Божий день. Слава Ему! И Он ставит свои отметки. Отметка у Него одна. Возьму. Слава Ему! Слава Ему! Сегодня я здесь. Я вижу вас, моих братьев, сестер. Я радуюсь. Здесь наш разум ограничен, но там, я думаю, мы встретимся, мы узнаем друг друга. Слава Ему! Сегодня я здесь, моя жена с детьми дома. Вот так получилось в жизни моей. Всю жизнь я на колесах. Будучи во грехе, меня дома не бывало. Сейчас, слава Богу, долги отдаю Иисусу. Должен я Ему. Ну вот так, по-мужски. Решил я хоть как-то Ему отплатить. Цена-то 3,16. Слава Иисусу! И сегодня я здесь вместе с вами. Жена моя дома. Дети мои дома молятся обо мне. Я Богом похвалюсь. У нас в Кривом Роге так заведено. У нас такой местный лексикон, что ли. Жена у меня иудеянка. То есть с детства верующая. Отец ее, деды, прадеды. Все были верующими. И я, по великой милости Божьей, удостоился жить с его дочерью. Бог удостоил. Я когда покаялся, почему-то братья, я не знаю, обратили внимание, то ли Бог им сказал, то ли сами. Но я думаю, без Бога здесь дело не обошлось. Каждое воскресенье по всем церквям свидетельствую Юра. Я прятался. Я уходил от этого, думаю, Господи, как же ж потом жить? По всему Кривому Рогу все знают, что Юра неженатый и наркоман с 16-летним стажем. Ну, где найти такую отважную, которая бы вышла за меня замуж? 16 лет прокололся. Ни кола, ни двора. Кому нужен такой хороший, кроме Бога? Ну, слава Богу. Бог, живущий в сердце моей жены, коснулся ее, и я живу сейчас с ней. Ее отец, ее вся родня, по моему пониманию, должна отказаться от меня. К сожалению, среди христиан бытует такое мнение. Да что он, да что она, такую жизнь прожил? Опускай среди своих и ищет. Принадлежим к одному телу. Нету ваших, наших. Слава Ему. Мы все Его. Эта отважная женщина откликнулась на мое предложение. Мы живем 8 лет. У нас двое деток. Молимся, чтоб, может, еще Бог дал. Хочется жить для Бога. Хочется жить с Богом. Сегодня мои друзья, они узнают меня. Я внешне сильно изменился. Но самое главное, что я порой себя не узнаю. Я внутренне меняюсь. Я очень недоволен, порой бываю, своим ходом мыслей, своими желаниями. Но, слава Богу, есть то, что сказано. Не отлучайся от Иерусалима, и ты примешь силу. Я имею это. Имеете вы. Я знаю, сегодня я уеду или завтра отсюда. Но Бог Духом Святым напомнит кому-то помолиться обо мне. Напомнит и мне, Бог Духом Святым, помолиться о всех вас. И эта сила, которую Он излил на нас, она произведет великие действия. И те пророческие слова, которые написаны здесь, и которые мы слышали, а они, сколько они расходятся с Писанием, они совершатся в жизни нашей по нашим молитвам. По нашим молитвам многие будут спасены. Я вижу здесь много матерей, я вижу здесь много отцов, я вижу здесь молодежь. И я радуюсь, что Бог привел вас сюда. И я верю в то. Я часто так говорю везде и всюду. Но если уже такого, как меня спас, если уже такого, как меня спас, как Владика и многих других, то спасет и ваших детей. Не унывайте никогда, не огорчайтесь. До утра можно рассказывать, сколько было у меня болезней. Врачи мне когда-то сказали, Юра, максимум до 30, проживешь и все. Максимум до 30. Слава Богу, в 43 скоро. Я даже жениться не думал, не собирался, потому что с моим здоровьем, которое у меня отсутствовало полностью, не было смысла в этом. Сейчас слава Иисусу. Я рад, я счастлив. Раньше меня все и вся называли просто наркоман. Я не мог выйти из дому, чтобы пройти там 100-200 метров, и чтобы меня не арестовали. Мой внешний вид говорил, что его надо арестовывать. Сейчас я захожу в тюрьмы, захожу в зоны. Говорят, Юрий Дмитриевич, пройдите. Кто это сделал? Сила Божья, слава Иисусу. Я сегодня полностью здоров. Но иногда бывает насморк. Знаете, так выбежал с машины, туда-сюда побежал. Ну, морозы, зимы хорошие, я не оделся. Это нормально. Одеваться надо. А так у меня нету болезней. Это все сделал Бог. Свидетельствовать можно много и долго, но благодарение Богу, что Он свидетельствует о себе, что Он свидетельствует силой своей, поставившей нас на это место. Слава Ему. Да благословит всех нас Бог. Аминь. Каждому из нас, за что славить Господа, я благодарю Бога, что Господь удостовлетворил такой честь и называться нам детьми Божьими, детьми нашего Господа, Спасителя Иисуса Христа. И мы хотим также спеть во славу Иисуса Христа. Мне есть за что благодарит Творца, Он снял с меня греховную проказу, О, пусть теперь польется без конца, Хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что благодарить, Мне есть за что благодарить, Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить, Вот почему мне хочется любить, Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Душа взывать Кресту не устает, Где подала прощение просила, Ведь Он в беде мне руку подает, Он в немощи прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить, Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить, Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Все от Него и все идет к Нему, Душа поет небесным отголоском, Придет тот час, я ноги обниму Тому, кто умер на кресте Голговском. Вот почему мне хочется любить, Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить, Вот почему мне хочется любить, Его сильнее, искреннее и чище. Мне есть за что Христа благодарить, Он мне купил небесное жилище. Как и в центре. И дяка Богу, хай их бы обсловить. Дитки зараз бы спят, прошу. И дитки зараз бы спят, прошу. И дитки зараз бы спят, прошу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Агнец Божий свят Агнец Божий свят Когда мы тонули в пучинах греха Когда задыхались в ловушках врага Голгоф и сиянина стигла и нас Звезда Вифлеема на небе зажглась Не кровью животных А кровью Христа Омылись грехи наши раз навсегда И сердце свободною птицей летит И песня хвалебная снова звучит Слава! Слава Ему! Поют Аллилуйя, возносят хвалу И ангелы в небе, и наши сердца Асану Ему воздают без конца Свят! Свят! Агнец Божий свят! Проклятья разбивший, низвергнувший яд Спасенье купивший тебе, милый брат Агнец Божий свят! Земля продолжает свой заданный круг Пришло твое время, покаяться друг Быть может, что сутринь ранней зарей Покажется финиш дороги земной Придите, придите, придите скорей И сердце отдайте царю всех царей Слоните колени, откройте сердца Прославьте, прославьте, прославьте Творца Слава! Слава Ему! Поют Аллилуйя, возносят хвалу И ангелы в небе, и наши сердца А сану Ему воздают без конца Свят! Свят! Агнец Божий свят! Проклятья разбивший, низвергнувший яд Спасенье купивший тебе, милый брат Агнец Божий свят! Слава! Слава Ему! Поют Аллилуйя, возносят хвалу И ангелы в небе, и наши сердца А сану Ему воздают без конца Свят! 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 Агнец Божий свят! Проклятья разбивший, низвергнувший яд Спасенье купивший тебе, милый брат Агнец Божий свят! Записанного книга про Кейса 41-й розділ, 17-го верша Бедные и нищие ищут воды, и нет ее Язик их согнет от жажды Я Господь услышу их Я Бог Израилев, не оставлю их Открою на горах реки И среди долин источники Пустыню сделаю озером И сухую землю источниками воды Пасажу в пустыне Кет, Ситим, и Мирту, и Мастину Насажу в степи Кипарис Ябр и Бук вместе Чтоб увидели и познали И рассмотрели и уразумели Что рука Господня, что делала это И святы Израилев, что творил сие Ябр сказал бы, Господи, за что? До тех людей, ты так говоришь До яких не раз Они на тебя что-то сказали Руптали, поднимали крик Або ставили перед собою Идоли, а ты вдруг кажешь Для них, что я вас не залишу Я вас не покину Ви чекаете води Язик сохне від жажды Немає її А я открою на горах речки Источники в долинах И будет вода И хай узнают и зрозумят Что рука Господня это все сделала Братья мои сестры Наше сердце Часто Как земля жаждущая И сохшая Без води, без дощу Часто, я так скажу Бо часто так буває И мы сегодня, может, на этом месте Або переживаем Хиба мы краще От тех людей, про которые я говорил Спочатку, трошки ранее Что за что Хиба они таки добрые И тепло, и інше Або мы таки добрые Або мы таки уже достигли Чогось, каких-то вершин И нам так будет Та вода подана Но сказал Бог Я вас не залишу Одного разу сказал Что и мать И мать хиба забудет Грудное дитяство Но если бы она забыла То я тебя не забуду Я на долонях Своих тебя записал Синий твой завжди переди мною Я не забуду тебе Я буду завжди с тобою Я не залишу тебе То є Боже обещание Яки б ми не були Він не любить нашого греха, звичайно Але нас він любить І бачить наше стомлене серце Нашу жажду Я люблю тебе Я тебе не залишу Я піду з тобою Куда б ти не пішов Я буду з тобою Одного разу один муж Божий Пришов додому І побачив, що все розвалене Сім'ї немає Нічого не залишилося Каміння в його адрес мають летіти Каже, Господи, ще трошки мене вкаменують Але він укрепився надією на Господа І Бог сказав Я все тобі поверну Доганяй Все тобі повернеться Я буду з тобою Братя, мої сестри Господь Одного разу сказав Я вас не залишу Я буду з вами аж до кінця віку Віддав наше серце Дух Святий Поселив його Дав завдаток Духа Святого Серце наше Я тебе не залишу Я буду з тобою Де б ти не пішов Можуть є і пустиню Там, де немає води Там, де язик ти пересекає від жажди Я буду з тобою Я пошлю, дам тобі воду На горах, де там, де немає надії Кажеться, де там може потикти річка на тій горі Я буду з тобою Я дам там ту річку для тебе Будеш ти пити воду Не залишишся ти сам на самоті Я буду з тобою Мені чомусь ці дні пам'ятаюся один приклад однієї сім'ї Я нагадував в новому місці Коли один брат, в якого померла жінка, осталися діти І коли він молився, плакав Коли було трудно для нього Одного разу він пішов на молитву І пророк Божий каже Я бачу ладонь На тій ладоні стоять дітки Махають прапорцями біленькими Просять, поможіть нам Але вони на моїй долоні Братя, мої сестри Представьте собі сьогодні Або ж уявіть, що все собрані сьогодні є на ладоні Господній Ми сьогодні просимо, Боже, допоможити для нас Скільки слід сьогодні пролито Скільки неудар, скільки горя Господи, поможи нам А я тебе не залишу Я буду з тобою аж до кінця віку І це собрання не є маловажним Цей день сотворив Господь, щоб сказати тобі слово Ти є на його долоні, він бачить тебе І хоче говорити з тобою, як з твоєю дитиною Ти не залишений сиротою Я люблю тебе Заветний з тобою заключив Кемплавитарасані менешнс Скарамітарамітаро уреченьясь Алманеушіт кліміна лейс Шимтугутараман Саламенчус НГУсіт лібидалейс Глосантарамітаро уреченья раман Я свіді тебе, народ мій Чем могу тебе сьогодні помочь, ти говориш І що для тебе я роблю? І с кем совєт мій? Глосантарамітаро уреченьясь Але вскорі кліміна лоби тенджен паулюші І цим містом восьцените Глосантарамітаро уреченьясь 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 Благословение, потому что у тебя есть жизнь, Римена Санта Романа. Подкрепись сегодня мою душу безмертно, а Дух Святой, ты сегодня, может, возгордился, поднялся высоко, но в твоем сердце великая пустота, у Бога есть благословение для тебя и жизнь. Подумись на майбутнє, как оно идет скоро, Арбадара Фарма Нагадыш. А если битва встретишь, чем будешь встретить ее, завятий Риман, то Римена Фарма Нагадыш. Арбадара Фарма Нагадыш, Арбадара Фарма Нагадыш. Благословляйте, благословляйте имя мое, ибо велика благодать моя и милость для народа, и рука простерта для того, чтобы поднимать и миловать, перевязывать и напоять с источником его. Зачем растащаете богатства мои, когда они ныне подаются на пользу? Зачем разбрасываете куски хлеба по сторонам и не цените? Потому что сегодня изобилие на моих столах я готов накормлять жаждущих правды моей. Но придет время, когда юноши и девицы отправятся в путь, ища хлеба, ища слово моего, и слово мое будет редко, и видения будут нечастые, и будете вспоминать общениями. Но ныне даю остановки для того, чтобы народ мог поставить себе дорожные знаки, ибо многие идут на самотек, многие плывут по течению мира сего. И так говорит Дух Святой, остановитесь на путях ваших, расспросите о древних путях, которыми прошли носители света, которые пронесли не чуждый огонь, но огонь небесный, который возгорелся в пустынных местах. И так приходит время, когда пустыня жизни испытает каждого, и не кроме наглайду сталмина. И так сегодня не стой праздно на месте сьем. Бери мягкие воды, бери хлеб, бери запас, кроме Илфарова до Глормина, потому что придет время, когда будешь испытан на прочность. А пустыня, как нужно ведение свыше, ибо многие, которые пойдут миражами познаний своих, они падут костями. Но ныне народ мой, слово тебе, для того, чтобы ты припоясался, как многие распоясаны, как многие в гордости своей рассказывают, и думают, что они достигли высоты. Но есть высота иная. Когда человек Божий входит в соединение с небом, когда идет ответ, когда возобьет, а я отвечаю, готово ли сердце твое, ныне на месте сьем, слушать голос мой, ибо много имею, известить народу моему, но народ не готов принять, ибо тайны, тайны, великие тайны будут свершаться над землею, но ничего не делай, не известивши рабам моим, но знай, народ мой, раньше и до Эдман Сугломен идет слово, а тогда идет действие я, и как важно сегодня, чтобы ухо твое было открыто голосу моему, ибо много раздается от разных трубных голосов, но благословен ты, знающий трубный зов Господа твоего. И так сегодня, как важно отракнуться, как важно, Раман Сурбери Гломен, сооружить разрушенные жертвенники, о, держите огонь, держите, потому что подуют холодные ветра, как важно, чтобы сердце твое горело от присутствия моего на месте сьем, как многие стоя взвешивают собрание сьем на весах разума, но не Громан Сурбери Гломен, но не дам славы человеку, ибо я, Господь, для многих этот день будет памятным, аминь, а многие не ждут у Гмян Сугломена, не дождутся другого служения, ибо в вечность отмерены пути жизни, говорит Господь. А вот же, проверил ли ты свое состояние, взял ли ты нужные вещи для переселения, потому что время, время, время говорит о том, что его осталось очень мало, аминь, аминь. Аминь, Дух Святой. Аминь, Дух Святой. Аминь, Дух Святой. Дай, чтобы не посчитали все свои рахунки с тобой, Ребене Главиш, живучи в Чили, Дух Святой. Милый Господи, в саму твою обилие благодати, Ребене Павлова Раудыш, тут нысь, постукайся Духом Святым до сердца. Виткрай волю твою, Ребене Павлова Раудыш. Дух Святой, Ребене Главиш, Дух Божий. Аминь, Ребене Павлова Раудыш, Божий мой, Ты еще не бачишь тих, кто стоит насторожий. Ах, Дух Святой, Господи, благословите их, Божий мой, Благослови постари и служители Твоего Слова, Господу Иисуса. Ты бачишь, как часто летомлятся руки, опускаются их, Вели Господи твою благодать и силу твою Божию. Дай твои помазания сили Святого Духа. Парамана Битара, Парамана Гудыш, Аремене Гудыш, Ты той Бог, який говоришь, Ты той Бог, який милуешь, Ты той Бог, який ведешь, Армана Гудыш, Клебеда Спара Гудыш. Господи, будьте с нами в продовольствии с собраниями. Ай, Твой Дух Святой керую надальше своим собранням. Дай нам твий страх, Божественное сердце наше. Дай глубоко зрозуміти, что мы на твоей долоне. Ты сегодня говоришь, как батьки до своих детей, близенько так, Армана Гудыш, Кириметара, Армана Гудыш, И с любовью, с нежностью, Объемаешь каждое сердце, Дух Святой. Аллилуйя, я витаю славу, Римене Гудыш, Для каждого, зокрема, Господи, хай гордый, И сегодня на 15 дней живой водой, Хай смирится, Кремерас, Параба, Рафа, Армана Гудыш, Хай побачить Вин свою низость, Лимене Гладиш, Аллилуйя, яминь, Дух Святой, Господи, вели твою благодать И твоё помазание надальше в це собранье. Господи, всю славу и честь Мы витаем тебе вечно Богу, Сюсину, Святого Духу, По веки. Аминь. Сюсину, Святого Духу, Параба, Сюсину, Сюсину, Святого Духу, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Хотя бы пожить дома. Вы знаете, мракомана, как у меня была такая мечта, просто поспать на диване дома. Зная то, что никто ко мне не ворвется в дверь, ни милиция, ни друзья, которых я обманул, они не пройдут, не будут требовать от меня этих денег. Просто спокойно поспать дома на диване. И освобождаясь, я хотел свою жизнь так, спокойно закончить дома. Я видел, как люди умирали в тюрмах, умирали от этих болезней. Мой друг умер от такой же самой болезни. Отцы Роза Пещени прямо в тюрьме. Его не успели актировать. Он умирал страшно. Рядом не было никого. Одна агония, один страх, одна безысходность. Я не хотел так умирать. Хотел умирать дома. И когда я приехал домой, я неделю сидел дома. Но потом грех, он взял надо мной власть. И обратно начал колоться. Я уже начал колоться, как говорим мы, овца, уже, которая знает, что она предназначена для заклания. Я уже знал то, что мне врачи не помогут. Я узнал то, что мне уже никто из людей не помогут. Никакие деньги. Они не могут вылечить мою больную печень. Я кололся и кололся и кололся. И когда я уже лежал дома, я не мог нормально ходить. Я, ступая на правую ногу, я ощущал большие боли в своей печени. Ко мне пришел мой товарищ, бывший наркоман. И говорит, Саша, тебя ждет ад. Но тебя любит Господь. И Он тоже тебя ждет. Он хочет тебя спасти. Кто меня любил, так это судья, когда давала мне сроки. И кто меня ждал, так это тюрьма. Мне так все говорили. И какой-то Бог, Он где-то далеко, я Его не знал. И мне сказали, Он меня любит, и Он меня ждет. Я ему говорю, хорошо, я об этом подумаю. Когда Он ушел, я уколол последнюю дозу наркотиков, которая у меня была. И я решил умирать. Я решил о том, что я уже не выйду искать наркотиков. Что будет, то и будет. Моя больная печень, я знал, она не выдержит этих ломок. И когда я утром проснулся, мне было очень плохо. Меня всему ломило. Я знал, что я уже не выйду на улицу. У меня просто нету сил. У меня нету возможностей. У меня нету просто желания дальше жить. И я терпел. Дома никого не было. Родители ушли на работу. Я просто терпел. Скрипят зубы, я терпел. Но кто-то позвал меня. Кто-то в сердце объяснил мне то, что на самом деле Бог может помочь. Я всегда верил в Бога. Всегда в такого Бога верил. Когда лез воровать крестился. Когда лез по маг крестился. Когда я шел этапом ИПА, этим тюремным дорогам. Я крестился, я молился, Боже помилуй. Но в этот раз, когда я хотел встать на колени, я не мог встать на колени. Я не мог встать на колени, потому что что-то меня держало. Я был удивлен. Думаю, если Бог есть на самом деле, Он мне может помочь. А если нет, то никто не увидит этого моего унижения. Мне не вставал встать на колени грех. Я прямо упал. Упал и сказал, если ты Бог есть, ты или спаси меня, или уничтожь. Ну что-то сделай, потому что дальше жить так невозможно. Слава Иисусу! И вы знаете, в этот момент Он меня услышал. В этот момент у меня ушло всякое желание колодца. У меня просто пропало это желание колодца. Меня крутило. Моя печень болела. Но у меня не было желания колодца. Ко мне прошла такая уверенность в том, что я никогда больше не возьму шприц в руки. И я молился Богу вечером. Сказал, Господь, если ты так сделаешь, что я сегодня буду ночью спать, это невозможно для наркомана, то я на самом деле буду уже верить в тебя. Я закрыл глаза на диване. Я не мог спать. Я их сразу открыл. Но это было чудо. На улице был день. И родители мои пошли на работу. И я даже не услышал, когда они ушли. Слава Иисусу! Так было и на вторые сутки. Дьявол подошел. Он мне кричал прямо в уши. Что ты делаешь? Ты просто себе внушил. Бога нету. Вторые сутки. Ты без наркотиков. Твоя больная печень, она на грани. Иди, уколися. Но я закрыл глаза. Сказал, Господи, дай мне сон. И сразу их открыл. На улице был день. И мои родители ушли на работу. Слава Иисусу! На третий день. Было очень плохо, но во мне уже была вера. На третий день. Я сказал, Иисус, я тоже хочу и этот день спать. Иисус сказал, если я тебя освободил две ночи, проси меня полностью освобождения. Я говорю, Иисус, хорошо, я согласен. Я никогда не возьму эти наркотики в руки. И я закрыл глаза. И открыл уже полностью свободным человеком. Слава Иисусу! И Иисус Христос, Он пришел в этот мир. И Он сказал, я пришел к больным. Вы знаете, больных больше интересует практический вопрос, будет ли он здоров или нет. Так и меня больше интересует практическая сторона христианства. Как Бог действует в моей жизни. И знаете, когда меня Бог спас, Он меня спас дома. Я читал Библию, я молился Ему.